Здравствуйте! Новости Ленинского городского округа на ваших экранах. Об основных событиях дня вам расскажу я, Олеся Попова, и мои коллеги. Далее коротко о главном. Рейд по эвакуации большегрузов, нарушающих правила парковки, прошел в Видном. Помимо проведения эвакуации у нас будет запущен еще так называемый паркон. Наша съемочная группа встретилась с потомком героя Великой Отечественной войны Газия Загитова в преддверии Дня Победы. Это наша история, это наша гордость, это надо знать. Творческая встреча со студентом-гармонистом Российской Академии Музыки имени Гнесиных Антоном Лукьяновским прошла в совхозе имени Ленина. Это паниллярный инструмент, потому что он русский. На нем очень хорошо звучат русские песни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта проблема на протяжении нескольких лет особенно волновала местных жителей. Коммерческие автомобили ежедневно создавали пробки и препятствовали проезду общественного транспорта. Очень критическая ситуация. На самом деле остается до настоящего времени еще такой. Мы все-таки, работа команды большой, особенно Алексея Петровича Спаскова, он к этому приложил самое большое у нас усилие, для того, чтобы у нас эта ситуация в корне изменилась. С 1 мая на территории муниципалитета стартует пилотный проект по предотвращению парковки большегрузного транспорта в жилых микрорайонах. Вся парковка автомобиля на территории Ленинского городского округа, она регламентируется правилами организации дорожного движения и правилами благоустройства. Если мы берем это дороги, соответственно, это ответственность госавтоинспекции, которая регулирует и занимается, эвакуирует эти машины. То, что касается дворовых территорий, значит, это подконтрольное главное управление содержанием территории. Основная задача данного проекта – борьба с незаконной парковкой грузовых автомобилей на улицах округа. В его рамках будут установлены знаки, запрещающие стоянку большегрузов на придомовых территориях в жилых комплексах Восточное Бутово, Бутово-Парк-2, а также на улицах Березово и Ермолинское в городе Видное. Помимо проведения эвакуации у нас будет запущен еще так называемый паркон. Специальный комплекс фото-видеофиксации, который установлен на автомобиле, который будет проезжать места дислокации и фотографирует те машины, которые стоят в нарушении правил дорожного движения. Это нарушение правил парковки знак 3.27, где парковка запрещена. Стоит отметить, что на территории Ленинского городского округа функционируют три официальные парковки для большегрузного транспорта. Они располагаются в районе Каширского шоссе. Адреса и всю подробную информацию можно узнать на сайте Центра обеспечения безопасности дорожного движения Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Детский автогородок начал работу в Центральном парке города Видное. Напомню, площадку достроили и торжественно открыли осенью прошлого года. Сегодня в автогородке состоялись первые уроки. Ребят, какой у меня дорожный знак? Посмотрите, пожалуйста. Совершенно верно. Знаки, светофоры, разметка и даже автобусная остановка. Все как на настоящей дороге, только в миниатюре. Ведь этой площадкой будут пользоваться дети. Здесь им наглядно покажут, где можно перейти дорогу, по каким правилам ездят машины и как обезопасить себя, передвигаясь по оживленным участкам города. Сегодня наш любимый парк Центральный пригласил не просто ребят в парк кататься на каруселях, а для того, чтобы еще и еще раз вместе с сотрудниками ГИПДД вспомнить правила пешехода, правила взаимоотношений с транспортной дорогой. С самого детства ребенок должен понимать, что можно, чего нельзя, где опасно перейти улицу, где безопасно, как нужно следовать с мамами, с папами, держать за руки, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности, опять же, кататься на самокатах, на велосипедах, как правильно и где это разрешено. Первыми посетили урок безопасности дорожного движения учащиеся седьмой школы. Инспекторы ГИПДД и сказочные герои напомнили ребятам о правилах движения пешеходов. Разрешает нам движение. Это зеленый человечек. Видишь, шапокляк? Да. И работает сигнал второй. Это красный человечек, который запрещает движение пешеходам. Занятия прошли в игровой форме, чтобы дети не только запомнили правила, но и получили яркие эмоции. Очень классно, впечатляет. Эмоций очень много. Красочно, классно. Чтобы не было проблем, надо следить за светофором, чтобы правильно проходить дорогу. В планах дорожных инспекторов ежемесячно проводить такие открытые уроки в автогородке для школьников округа. Также площадка будет открыта для всех желающих в течение мая и всего лета, чтобы ребята разных возрастов могли самостоятельно и с родителями изучать правила дорожного движения. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском управлении МВД работает потомок герой Великой Отечественной войны. Двоюродный дедушка сотрудника полиции Газий Загитов в 1945 году в составе группы артиллерийской разведки водрузил красные знамены Берлинский рейхстаг. В канун Дня Победы наш корреспондент Юлия Пагасьян встретилась с Артуром Фатхиевым, чтобы больше узнать о его выдающемся родственнике. Своего двоюродного дедушку Артур Фатхиев вспоминает как человека волевого, ответственного и справедливого. Говорит, его очень уважали в селе, где он родился, откуда в 40-м его призвали на срочную службу в армии и куда вернулся уже после Великой Отечественной войны. Там, кстати, к столетию башкирского героя Загея Загитова в 2021 году даже установили памятник. Он вошел в ансамбль мемориального комплекса «Пять героев». 30 апреля 1945 года в составе группы артразведки водрузили знамя Победы на Рейхстаг. Им удалось установить, пройти по водоканалу, незамеченными пробраться в здание Рейхстага и прорваться на самый верх здания и установить знамя на скульптурной композиции «Победа», если не изменяет мне память. В память о великом предке семья Артура хранит долгие годы. Делится. С малых лет слышал от отца истории о двоюродном дедушке. Сейчас своим детям рассказывает о подвиге героя. Недавно для школы написали сочинение на тему гордости их семьи Газеи Загитове. Это наша история, это наша гордость, это надо знать, это надо передавать всем в целях воспитания патриотического духа будущих поколений. Сам Артур Фадхиев отчасти пошел по стопам родственника, выбрал мужественную профессию. После юридического факультета поступил на службу в милицию. А с 2021 года работает в Ленинском управлении Министерства внутренних дел в должности старшины изолятора временного содержания. В преддверии Дня Победы выражает благодарность всем ветеранам за их великий подвиг. Хотел бы поздравить наших ветеранов, пожелать им здоровья, крепкого, долгих лет. Пожелать всем нашим коллегам, сотрудникам долгих лет и крепкого здоровья. Жизнь героя трагически оборвалась в 32 года. Газей Загитов погиб в автокатастрофе, но память о нем будет жить вечно. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Творческая встреча со студентом Российской академии музыки имени Гнесиных Антоном Лукьяновским прошла в Малом зале Муниципального центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. Антон – дипломированный гармонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Послушала звуки гармонии и наша съемочная группа. В исполнении Антона Лукьяновского прозвучали произведения советских, российских и зарубежных композиторов. Вариации на произведения Моцарта, фантазии на темы военных лет, русские наигрыши. Вместе с Антоном на сцену вышли сотрудники Муниципального центра культуры поселка и специальный гость, участник передачи «Игра и гармонь» Иван Киселев. На таком искрометном концерте не загорюешь и не запечалишься. Антон Лукьяновский, талантливый гармонист, влюбленный в старинный инструмент, представил на суд зрителей собственную сольную программу. Я не считаю, что гармония старевает. Она, наоборот, сейчас развивается как-то. Это популярный инструмент, потому что он русский. На нем очень хорошо звучат русские песни, аккомпанемент под танцы. Прекрасный тембр инструмента. Многие песни, прозвучавшие на концерте, хорошо знакомы слушателям, а потому сидящие в зале нередко подпевали артистам. Это настолько вдохновило наших людей. Им так понравилось. Сказали, что только очень быстро и очень мало. Нам бы еще хотелось побольше послушать вот такую красоту. Спасибо большое. Подобные встречи, организуемые муниципальным центром культуры поселка совхоза имени Ленина, уже стали доброй традицией. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Грядут майские праздники, а вместе с ними отдых на свежем воздухе и пикники. В преддверии массовых выездов на шашлыки эндокринологи Видновской районной клинической больницы рассказали, как себя вести, чтобы праздники прошли с пользой для организма. Медики советуют не съедать за один раз больше мяса, чем может уместиться в вашу ладонь. А также для пикника на природе лучше выбирать нежирные сорта мяса. В готовке лучше использовать нежирные сорта мяса и обязательно добавить к шашлыку побольше овощей. Помидоры, огурцы, можно также сделать баклажаны, либо кабачок на гриле. И обязательно не забывайте о зелени. Безусловно, не нужно употреблять газированные напитки, алкоголь. Лучше заманить их на лимонады, либо морс, собственно, приготовления. Мы желаем вам провести длинные выходные приятно. Используй, делитесь с нами и своими новостями. Подписывайтесь на социальные сети телеканала Видное ТВ. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!